Гвардии полковнику в отставке Владимиру Маслову зал аплодировал стоя. Председатель Совета ветеранов 3-й гвардейской танковой армии стал одним из победителей в номинации «Золотые долгожители». Краткая биография 93-летнего офицера теперь запечатлена на страницах сборника «Если сердце молодо», который издает Самарский дворец ветеранов. Ветераны вооруженных сил – это опытные люди. Они способны вести беседы с учениками и с гражданами, рассказывать об истории страны, об истории Куйбышской и Самарской области и об истории Великой Отечественной войны и противостоять недругам, которые хотят переначать итоги Второй мировой войны с нашей Отечественной войны. Проект «Ветеранская книга рекордов» реализуется в рамках муниципальной программы «Социальная поддержка ветеранов, инвалидов и граждан пожилого возраста» с 2012 года. С тех пор его участниками стали 223 человека. «Золотые долгожители», «Растим патриотов» за гранью возможного. Всего семь разных номинаций. Действительно люди с большой буквы, которым достаточно много лет, но они до сих пор в строю. И про каждого из них можно с уверенностью сказать. Если сердце молодо, если кровь действительно бурлит в жилах, если есть желание и желание, прежде всего, остаться в обществе, сделать пользу, принести пользу для людей, об этих людях наш проект. В этом году победителями проекта стали 23 самарца серебряного возраста. Памятные сертификаты, подписанные главой областного центра Еленой Лапушкиной, и подарки вручала руководитель департамента опеки, попечительства и социальной поддержки Ольга Слесарева. Нам очень важно помнить о том, какие подвиги были совершены и в годы Великой Отечественной войны, и в последующие годы при восстановлении нашей экономики. Поэтому, конечно, это очень важный проект на наше будущее поколение, для наших сегодняшних молодых людей, которые видят, какое это было поколение, какие это были люди, и какие, не побоюсь этого сказать, великие люди принимают участие в нашей книге памяти. Каждый победитель проекта и гость Дворца ветеранов получил в подарок сборник. Оставшиеся экземпляры пополнит фонд библиотек учебных заведений Самары. В некоторых сборниках организаторы церемонии просили номинантов написать что-нибудь на память. Эти книги станут музейными экземплярами. Светлана Тимофеева, Максим Гусев. События.